Вот, твой ход. Сейчас, сейчас ее очередь ходить. Очередь ходить ее. А она просто сходила. Все, понятно. Все, все. Иногда страсти нешуточные разгораются не только на борцовских коврах или баскетбольном паркете. В ходе второго тура шахматных баталий азербайджанская шахматистка так торопилась к своей победе, что сделала сразу два хода подряд. Как положено, бдительные судьи во всем разобрались. It's ok. Но в итоге все равно самая младшая спортсменка турнира из Арабских Эмиратов Айша Хасан уступила. Однако юная шахматистка духом не падает. Я занимаюсь шахматами уже пятый год. Я счастлива, что приехала на этот турнир. А то, что я самая младшая участница, это ничего не значит. Я просто рада, что я здесь. Что касается наших, то среди юношей победы на счету Васи Васильева. В его активе полтора очка после двух туров. Также партию в свою пользу склонил и другой представитель сборной Якутии Айсен Прокопьев. У девочек по балу набрали Велена Попова и Айсена Васильева. А вот Алена Бурмистрова в тяжелой партии поделила очки со спортсменкой из Вьетнама Хонг Нхунг Дуан. К слову, команды из Вьетнама традиционно сильны и стабильны. Что касается фаворитов, то те, на кого в основном делали ставки, победу упустили. Едва ли не самый титулованный спортсмен соревнований Белгун Симуя из Монголии свел свою партию к ничьей. Также пол очка на свой счет записал многообещающий Алексей Зензеро из Омска. А выходит, что ситуация в турнирной таблице окончательно запуталась. Заметим, из-за спин фаворитов мог выскочить сегодня Али Рашид из Объединенных Арабских Эмиратов. Мне 15 лет, в шахматы играю 4 года. Турнир очень хороший, я наслаждаюсь каждой игрой против своих соперников. Надеюсь получить как хороший опыт, так и побороться за золото. В итоге у Али Рашида не срослось. После сыгранного тура его мечты о золоте рухнули как карточный домик. Что ж, бывает, в этом весь спорт. Но факт того, что опыт и для проигравшей стороны получен бесценный, обсуждению, я думаю, не подлежит.